Какие украинские дизайнеры вам особенно нравятся? Я люблю Жанна Гритцфелда, Фролова Ваню, Артем Климчук, Марка Саша Бурзум, Богдана Касса, я всегда к нему хожу на показе, в прошлом сезоне я даже у него вышел специально как модель, вот эти жалы самые любимые. В скольких сезонах Ukrainian Fashion Week вы уже принимали участие? Это пятый, пятый сезон Ukrainian Fashion Week. Что поменялось за пять сезонов? Ну, наверное, во мне или в Ukrainian Fashion Week? Ну, вот, наверное, во мне лично поменялось, потому что я уже стал более серьезным, даже не серьезным, а все у меня более слаженно. То есть, к этому показу подготовился за несколько дней, и уже мне было все готово. Я отдыхал, да, и у меня, как, я ждал уже просто показа. Вот, и от Ukrainian Fashion Week настолько мы уже давно работаем, и как слаженно, все, все как в свою очередь. То есть, все очень, очень лайтово. Какая цель у моды? Мода — это игра. К ней нельзя относиться серьезно. Как только вы к моде начинаете относиться серьезно, вы становитесь смешными. В моду нужно играть, к ней нужно относиться легко и оперировать вот очень иронично. И как часто посещаете подобные модные мероприятия? Ну, от того, как стали культовой группой. Первый раз? Первый раз. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь свои образы? Приходим, ну, лезем по разных магазинах, дивимся Instagram, пины. Вон черный, вот прямо сейчас на Instagram. Хоча мы на Fashion Week, черный просто на Instagram и дивится, что по трендах, что одягать. Черный Fashion Anality, он только что сидел на фоказе в первом ряде и писал все, новые образы собирал. Он отвечает за это. Кто из украинских дизайнеров вам нравится? Мы западаем на Сашу Каневского и на Жанна Гритцфельда, но их показы мы прохлепкали. Причем вы вдохновлялись при создании этой коллекции? Коллекция вдохновлена в целом конфликтом английских аристократов. Это так называемые красные и белые розы. И также мы постоянно, наш бренд постоянно вдохновляется спортом, поэтому это, по сути, коллаборация спорта и классики. Ну, что можно будет увидеть. Как считаешь, чем секрет успеха украинских дизайнеров? В своей непосредственности, в фантазии, в изобретательности, в качественности того, что они делают, и в том, что они уверены, что это классно. И то, как они это подают. Коллекция должна быть носибельной или смотрибельной? Мне кажется, дизайнер может тебе позволить создавать два варианта коллекции. И все зависит от настроения, честно говоря. Иногда я создаю совершенно неносибельные вещи. В этом году коллекция даже очень носибельная. Поэтому, опять-таки, настроение, тема, они задают тон модели. Тебе комфортно в твоем образе? Да, комфортно. Сколько лет вы посещаете Ukrainian Fashion Week? Я боюсь, что вот столько, сколько Ukrainian Fashion Week исполнилось 20 лет, столько и я. Я помню, 20 лет назад я вышла на подиум на показе у Алексея Залевского. Это еще было в салоне Шварцкоп на Левобережной. А, по-моему, вот это вот с того момента. И, да, 20 лет назад. Кому на показ вы сегодня пришли? К Залевскому Алексею и, собственно, к Гасановой. У нее мы еще никогда не были. Надеюсь, сегодня открыть для себя нового дизайнера. Ну, в общем, к Залевскому, я думаю, что интересно пойти с точки зрения... Ну, мы следили дистанционно, даже если не присутствовали на Ukrainian Fashion Week, то следили за тем, что он делает, и о его, в принципе, подходе к творчеству, к работе. И он интересен с точки зрения именно режиссуры. Он самый такой эпатажный и креативный в подходе к своим моделям, к своим каким-то историям. Мне нравится, что он делает. За какую идею вкладывали в такую необычную коллекцию? На груди написано, для особо одаренных на английском языке. По-русски это переводится так. Все мы фэшн-клоуны. На этом, в принципе, построена вся и коллекция. Поэтому у нас половинчатые образы, половина образов натуральных, естественных, такие, как люди, есть. А вторая – это все остальное фэшн-индустрия, фэшн-машура. И не только индустрия. Очень многие думают, что то, что 10 лет назад было в моде, через 10 лет становится модной клоуна. И поэтому, в принципе, все мы занимаемся ей. Как часто посещаете подобные модные мероприятия? Слушай, ну, взагалі я з'явився всього року назад в Україні. Я був ще два раза. Я був на цьому, на прошлом фэшн-рик, і зараз пошел. Мені дуже подобається. Я був у Залевського, я був у Хасанова. Я, в принципе, на другий рік точно зроблю свою одежу «Биг Босс» і буду тут представлен на фэшн-рик. Ну, я так хочу. Я не знаю, чи получится, але я так хочу. Давайте немножко помечтаем. Какой будет ваша коллекция? Моя коллекция будет точно для людей, які трошки повненькі. Девчатка повненькі, хлопці повні. Потому что я сам не худею. Я можу показати свій живет. Дивись, у меня великий живет. І він є. Це для тих людей, знаєш. Якщо людина худенькая, вона собі обтягне. А такі, як я, вони мають широкий одяг. От моя одежа буде така вільна, спокійна. Але там точно буде дуже багато камнів. Там все буде блестити. Я хочу показати. Бачиш, як отут в мене все блестить. І так буде блестити на всій мою одежі. Це 100%. Новий канал Клюєві. Ось тут вам треба такий стразик. І буде точно, як у мене на коллекції. Какой образ на «Украинян фэшн вік» під покази, в которых ти приймала участие, тебе більше всіх понравилось? Ну, наверное, как обычно, начнем с пустовиць, потому что я у нее уже хожу уже который раз. І в цьому сезоні у нее прям очень крутая коллекция была. С какими-то азіатскими, чуть-чуть с мотивами и украинскими. У меня был такой струящийся плащ, очень крутой. Мне он очень понравился. Ну, і у Кати Сильченко. У нее у меня вообще был образ Ксена «Принцесса воин». Был из кольчуги лифчик такой. И третий, который больше всего, наверное, мне действительно понравился, это «На Лейк». У меня была... Там вообще была коллекция в стиле 20-х годов. И вот эта зализаная прическа, вот эта... Я ее обычно ненавижу, но было очень круто. Сережка какая-то. И мы все такие прям ходили. Ну, короче, вообще в этом году у многих дизайнеров на порядок лучшей коллекции, чем были в прошлом. Несмотря на то, что подготовить их было всего три месяца. Сложно ли украинскому дизайнеру выйти на мировой рынок? На самом деле, очень несложно. Важно просто понимать, с каким продуктом нужно выходить на какой рынок. Потому что, если мы работаем с арабским рынком, мы должны четко понимать структуру их рынка, их потребности, спрос, какие цвета они любят. Если выходим на европейский, там совсем все по-другому. Поэтому хорошая подготовка, она способствует тому, чтобы украинские дизайнеры выходили спокойно и без проблем. Потому что нас там любят в какой-то мере, но любят тех, которые, ну, скажем, соответствуют. По качеству, по уровню подачи идей и тому подобное. В этом году всего четыре месяца было у дизайнеров, чтобы подготовить коллекции между двумя сезонами. Как-то отразилось это на их коллекциях, как вы считаете? Я вважаю, что мы все, украинцы, звукли жить в экстремальной ситуации. Поэтому для наших дизайнеров не стало перепону. Я думаю, что четыре месяца было на подготовку этого сезона. Мы сейчас возвращаемся уже на нормальный график. Наступный украинский фэшнвик будет в вересне. И тогда до нас приедаются даже те три-четыре бренда, которые сейчас не смогли быть на украинский фэшнвик. Редактор субтитров А.Семкин